Это то самое место, где когда-то была знаменитая ракушка. В свое время летняя эстрада была местом культовым. Здесь проходили живые концерты под открытым небом. Люди приходили полюбоваться на Волгу и послушать живую музыку. Однако в 91-м после пожара место пришло в запустение, что довольно странно. Местоположение довольно выгодное. С одной стороны вид на реку, с другой стороны центр города. Дело в том, что на сегодняшний день очень большой скопился творческий потенциал в городе. Это и театральные коллективы, это и литературные течения разного рода. Это и музыкальные, и танцевальные направления масса. А площадок как таковых, таких вот способствующих этому, очень мало. Александровский сад – это изначально пространство культурное такое. Поэтому, да, конечно, это будет пользоваться огромным спросом. О намерении возродить летнюю эстраду сообщалось не единожды, но окончательное решение было принято только в этом году. Курировать проект взялся глава города Олег Сорокин. Взял, так сказать, пиэр-инициативу в свои руки. И не успели нижегородцы обрадоваться перспективе в скором будущем увидеть новую старую ракушку. Как выяснилось, строительство стартует только в 2015-м. По словам главы города, оно должно начаться после общественных обсуждений. Возникает вопрос, неужели обсуждения будут длиться больше года? Почему не начать это делать сейчас? Вот почему. То есть это все-таки не метрострой какой-то, не мост через Волгу с миллиардными затратами, как я понимаю. Там даже на первый взгляд не видно какого-то такого глобализма в освоении финансовых средств. Поэтому почему нельзя это делать сейчас, не совсем понятно. На данном этапе на сайте Гордум открыто голосование по выбору лучшего проекта летней эстрады. На выбор представлено три варианта в трех различных стилях соответственно. Предполагается, что проект, набравший наибольшее количество голосов, и будет воплощен в жизнь. Надо думать, что по стечению обстоятельств строительство летней эстрады должно завершиться аккурат за пару месяцев до выборов в Гордуму. По тому же стечению обстоятельств именно Олег Сорокин является депутатом по этому округу номер 22. Как бы там ни было, возрождение ракушки событие безусловно замечательное, даже если оно кому-то на руку.